уважаемые друзья добрый день сегодня последний день месяца января 31 января 2017 года наконец-то потеплела марланда вот можно уже ходить без кофты днем вечера конечно будет приодеться вот вышел после тренировки по теннису постучал об стеночку выбил все ненужное оставил то что мне понадобится для дел для работы для жизни хорошая терапия теннисная терапия сейчас покажу какой закат еще до заката часик но вот солнышко поэтому идем расслабляемся сейчас терапия номер два к пешеходной терапии осветление просветление давайте поговорим на тему управления менеджмента назову эту тему конусное управление конусный менеджмент я сам эту тему придумал и я объясню что это подразумевает конусное управление ну то есть кто конус вот если мы острием покажем это все вниз то есть конус направлен у нас вниз вот то у нас происходит следующее взаимодействие между членами команды то есть когда работает не член команды на руководящую должность а наоборот руководящая должность вот частности лидер там неважно как называется по рангу да он наоборот помогает людям на местах помогает людям на местах реализоваться выполнить свои функции сделать дело достичь результата эта тема не нова то есть еще эдвард доктор эдвард да он продвигал систему менеджмента качества и как раз он был сторонником той системы когда нужно выдушевлять свою команду выдушевлять людей и чтобы не было такое управление виде наказания видит нута и пряник он обратно продвигал такую спортивную тему насколько каждый член команды может себя достичь и тренеров ему в этом помогает то есть происходит помимо командная работа еще такой индивидуально какой индивидуальный подход решение задач вот и ни в коем случае не наказывать человека то есть мы считаем что он делает все в лучшем качестве он старается и наказывается то что у него не получается хотя он старается вот они целесообразно я я с этим согласен у меня было достаточно много начальников всяких разных по жизни вот и заканчивая начиная от одного заканчивая другого я видел разные методы управления и могу сказать вот среди всех начальников самый лучших самый лучших это был сергей сигуряков сергей привет если видишь это видео большой тебе привет респект первый толчок первый шаг первые первая жизнь первая рабочая жизнь была именно связана с тобой ты меня многому научил многое дал то есть это мне помогает в жизни в работе вообще везде поэтому сергей респект екатеринбург форева молодец вот давайте вернемся к конусному управлению то есть вот прошедшие несколько дней показали яркий пример и работоспособность этого подхода когда находясь по другую сторону земного шара то есть люди выполняют определенную задачу в общих интересах в общих не только в моих а в общих интересах и они делают это все грамотно и получается что задача инициатора вот этого дела вот этой сделки допустим какой-то задача инициатором задачи является человек если он находится далеко от исполнитель тех людей которые непосредственно осуществляют сделку то задача этого лидера не контролировать а как бы ассистировать ассистировать для того чтобы эта задача была выполнена воодушевлять людей помогать то есть стараться помочь не только советами а какими-то полезными контактами то есть конечно то есть находясь вдали от осуществления от реализации самой сделки можно помочь информации информации и настроем вот потому что физическая удаленность она все-таки не позволяет там помочь там физически что-то перенести унести там доставить документы вот либо переговорить с глазу на глаз все происходит в виде коммуникации и интернет позволяет эффективно и быстро контактировать с людьми причем это происходит вот так знаете то есть не только спонтанно вот люди уже привыкают к интернет технологиям и используют их довольно эффективно вот для коммуникации вот это большой плюс вот для совершения каких-то операций физическая удаленность она уже не является препятствием и задача как раз лидера человека которая дает не только задания но и помогает помогает людям достичь результата и он является внизу этого конуса как бы на стрие и потом вся эта информационная поддержка эмоциональная ресурсная она идет вверх 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 туда дальше где работают люди уже на местах вот и я сторонник того чтобы дать людям независимость не стоять над ними с палкой то есть смотреть как они это все делают а дать свободу действий то есть люди ну обязаны иметь какую-то самостоятельность то есть ответственность она все равно связана с какой-то свободой действий самостоятельностью вот и человек выполняя сделку за сделкой он накапливает опыт он становится сильнее умнее вот и это очень радует задача как раз вот всей всей этой команды то есть быть бондом такой скрепленной быть командой которая достигает результата гармонично каждый выполняет свою функцию то есть не дублирует а все равно есть какое-то распределение ответственности и самое важное желание желание участвовать в деле желание то есть идет такой посыл не из-под палки а вот человек хочет то есть он хочет достичь результата он добивается старается задает вопросы и это все видно даже на расстоянии это все видно это очень важно чтобы человек был вовлечен вовлечен дело вовлеченность и вовлеченность не только материально но и какая как бы лояльность принадлежность делу вот это самое важное принадлежность каким-то общим целям это описать словами можно долго вот есть реальные примеры когда люди разных возрастов абсолютно из разных из разных среды имели разное образование разное воспитание но они работают как единое целое потому что как бы вот цель она людей уравнивает вот на достижение вот этой конкретной задачи это очень важно и люди как люди проект-менеджер проект-исполнители проект-руководители это очень ценный ценный они очень ценный вообще таких людей очень мало которые могут не только выполнить какую-то отдельную операцию а могут довести проект до конца до конца и собрать все документы задокументировать это все это очень важно потому что есть ну не так мало людей которые могут выполнять проекты но делают это неаккуратно и не учитывают документальную составляющую а ведь документы это очень важно особенно в наше время с точки зрения налогов с точки зрения учет то есть учет учет я сам грешен то есть в раннем бизнес-возрасте то есть не относился к документам скрупулезно но сейчас я понимаю что это очень важно и я собираю папки и людей то есть заставляю я просто заставляю их собирать информацию классифицировать ее хранить то есть это очень важно потому что если понадобится какая-то история то есть чтобы всегда было под рукой можно было этим воспользоваться это очень важно люди которые умеют делать дело документировать использовать эту информацию собирать статистику анализировать эту статистику то есть помимо того что они умеют какую-то исполнительную работу заниматься они еще и занимаются исследовательской работой аналитической это тоже очень важно исследовать допустим если работаете на автомобильном рынке на рынке недвижимости исследований исследования анализ 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 тенденции то есть можете конечно относиться к этому легкомысленно то есть как рынок можно спрогнозировать или кому эти отчеты нужны нужны эти отчеты и эта отчетность она дисциплинирует прежде всего тех людей кто выполняет дело дисциплина порядок если в документах бардак ребят не верю что у вас все хорошо в деле все стабильно не верю если в документах порядок есть прилежность то есть такая дилидженс прилежность в работе это очень важное качество аккуратность аккуратность а аккуратность много вот таких слов могу то есть привести но то есть сама я думаю идея вам понятна вот и когда ей имеете искрепленную команду храните ее это ваш бесценный актив вы его нигде не купить нигде дальше попробуйте сформировать ну если она будет держаться в краткосрочном в краткосрочном плане там на каких-то деньгах потом рассыпется как только перестали платить то есть это не команда команда имея все-таки еще определенную лояльность вот и когда вот знаете вот я слышу фразы какие-то цитаты вот там поставил своего человека я только рад что люди ставят своих людей людей которым можно доверять и правильно делают ставьте своих людей ставьте тех кто за вас горой кто вас не подведет на кого вы можете рассчитывать ставьте этих людей доверяйте им потому что эти люди это ваш фундамент вы как единый скрепленный скрепленный механизм то есть работающие часы это очень важно ставьте своих людей и даже если вот человек там из родственных связей как называют кумовство да я считаю что если человек он достиг определенного уровня то есть это вовсе не мешает дать определенное здание дать фронт работы я только за если родным близким вы даете то что можете дать есть определенная квалификация да то есть что они удовлетворяют требованиям они исполнительные четкие подотчетные то есть имеют определенную ответственность квалификацию но даже если нет растите их потому что это это ваш задел это братство семейственность я только за это я не ни в коем случае не не хочу там принизить тех людей которые являются противниками кумовства да то есть есть доля доля правды доля правды доля разумности в их словах но если семейная команда единая семейный бизнес процветает ради бог передавайте по наследству сыновьям дочерям и если они это все тянут еще приумножают это вообще счастье поэтому действуйте по ситуации вот и будьте на острие конуса внизу будьте работайте на тех людей кто наверху кто с клиентами они приносят дело они делают деньги вот и работают вместе с вами именно вместе с вами ладно это мое такое небольшое не короткое видео пока пока пока